Сегодня я хочу предложить оберег для вязальщиц. Я так его себе обозвала сама. Почему? Потому что он сделан из ниток. Поэтому я думаю, что лучше всего он будет оберегать тех, кто с нитками связан. Имеет прямое отношение к ниткам, а значит этот оберег прямое отношение имеет к тем, кто вяжет. Это такое мое мнение. Нитки я взяла... Для оберега вообще-то всегда используются натуральные ткани, нитки и так далее. Вот я решила взять натуральную нитку хлопок стопроцентный. Это Турция. Ярнарт пряжа. Бегония называется. 169 метров в 50 граммах. Крючка у нас здесь не будет. Оберег делается без крючка. Я взяла вот эту пряжу. И вот такую вот обычную стандартную тетрадку. Вот так вот держим рукой здесь и до конца доведем так немножко дальше. И начинаем вот так вот наматывать. 15 сантиметров, 17 где-то размер вот этой вот тетрадки. И мы вот так вот наматываем 150 оборотов. Делаем один такой пучок вот в 150 оборотов. Вот такой получается пучок. Снимаем его с тетрадки. Второй пучок мы делаем снова точно так же. Только теперь делаем 75-80 оборотов. Такой размером они одинаковые. Но потоньше. Видите, один толще, второй потоньше. После этого мы делаем еще вот так вот укладываем тоже на самый низ. И вот так вот начинаем наматывать. И делаем 50 оборотов вот такой длины. И получим вот такой вот еще пучок ниток. Я уже их намотала, чтобы время не терять. Поэтому показываю вам, как я это делаю. Теперь нужно взять красную нитку. Тоже желательно такой толщины. Но у меня такой толщины нет. Это потоньше у меня, чем вот эти ниточки. Видите, толщина немножечко тоньше. Я сделаю ее в 6 оборотов. Ну, в общем, нужно, чтобы была вот такой толщины, чтобы получилась вот как бы веревочка. И длина у нее 1,5 метра на всю длину. Она очень длинная. Делаем такую веревочку. Ее пока откладываем в сторону. Начнем работать вот с этими веревочками. Тонкую отложим в сторону тоже. Берем вот эту вот самую длинную. Вот этими вот концами вниз. Заведем вот так ножницы. И отрежем. Теперь вот так немножечко можно подровнять. Как бы не то, чтобы совсем, а так чуть-чуть длинные концы вот эти убрать. Сделали. Теперь возьмем вот эту самую толстую. Та, что потоньше вот у нас лежит. А мы берем ту, что потолще. Тоже вот этими концами вниз, которые у нас отвисают здесь внизу. Мы их оставим там внизу. А заправим вот эту сюда, введем внутрь. И уложим вот эту вот тонкую внутри вот этой вот, которая толстая. Теперь нужно вот эту вот оставить здесь. Можно ее чем-то прижать для того, чтобы она держалась. Немножко прижимаем. И начинаем вот эту вот. Разделим на три части. То есть вот так немножко отделим отсюда. Немножко отделим отсюда. Вот, чтобы приблизительно одинаковой толщины все три части были. И заплетаем вот так косичку. Косичку заплетаем плотненько. Разравниваем ниточки, если они у вас где-то скручиваются, чтобы было красиво. Выкладываем. Когда косичку заплели почти до конца, оставляем небольшой кончик кисточки. И теперь нужно взять немножко этой же нитки, вот так вот сделать парочку оборотов для начала. Это просто пока закрепим так. И завязать. Мы потом это сделаем красной ниткой, а пока просто закрепим. оставляем вот так вот кончик сюда. Сделали такую косичку. Теперь берем эту часть, которая потолще, опускаем ее вниз, а ту закрепим там наверху, чтобы работать было удобно. Какой-то грузик прижмите. Видите, я вот прижала мотком проволоки, которая у меня обычно используется. Она тяжелая. Хотя, конечно, она хорошо не держит, если не поджать рукой. Но достаточно для того, чтобы просто при движении не убегало. прижали. Оставляем вот так вниз ровненько. Теперь берем вот эту. И сделаем то же самое. Ее нужно разрезать с одной стороны, с которой вот эти концы у нас есть уже короткие. вот так разрезали. И тут нужно закрепить уже ниточкой любой потоньше. Просто это нужно закрепить. Ровненько выравниваем концы вот так. И здесь пропустим просто тонкую нитку для того, чтобы начало держалось где-то. Можно даже привязать к чему-то вот так вот. Закрепить и куда-то ее привязать. И тоже заплести косичку. Нужно разделить на три части и заплести косу. И теперь я разделяю на три части. Можете, конечно, посчитать количество ниточек. Но я это делаю на глаз. Разделили на три части вот так. И тоже начинаем заплетать косичку. Плотненько, хорошо заплетаем косу. Опять же вот так вот до конца доплетаем. Держим пучок вместе и завяжем опять же простой ниточкой. Тут уже поближе к кончику. Здесь большая кисточка на конце не нужна. Поэтому вот так вот сделаем парочку оборотов и завяжем. завязали. Потом подровняем, подрежем. Теперь с этой стороны можно отвязать. Вообще лучше пока не отвязывать. А то же самое сделать так же несколько оборотов. Вот так поближе к краю. Сделаем несколько оборотов и завяжем. Чтобы закрепить, чтобы она не развязывалась. Потом красненькая ниточка это будет еще украшена. Пока вот так вот делаем. Вот такая вот косичка. Теперь эту ниточку можно отвязать и вытащить. Она нам нужна просто, чтобы держала. Вот. И здесь можно теперь вот эти краешки разрезать. выравниваем. И подравниваем. И подравниваем его, подстригаем. с этой стороны точно так же подстригаем на одинаковом расстоянии, как и с той стороны. Вот. Подстригли концы, получили вот такую вот косичку. Выбираем сторону, которая нам нравится. и теперь делаем следующим образом. Вот так вот сначала возьмем вот эту вот нашу косичку, которая у нас тут есть. Тоже простой ниточкой для начала. Обвяжем, но здесь нужно проложить такой вот себе маркер, который поможет нам спрятать конец. Поэтому мы сделаем вот так вот петелечку, положим сверху. Вот эту нитку, начало ее вот так возьмем на всю длину, приложим сюда. Вот так вот. И теперь ниткой, эту можно пока придержать, вот так вот сделаем несколько оборотов. Сильно туго не надо, а так, чтобы вот как бы размер головы определяется вот этой вот перевязочкой. То есть это голова. Шею мы делаем, затягиваем вот так вот. Поскольку это шея, можно вот так вот намотать немножечко в рядок, в длину, как бы набрать немножко ей вот так вот высоты шеи. Вот так вот сделаем несколько оборотов вниз, потом пойдем вот так вот несколько оборотов вверх. Туго-туго завязываем. Наматываем туго. Вот так намотали. И теперь, чтобы спрятать вот этот конец, чтобы здесь узла не было, оставим опять же такой же длины, вот длинненький кончик. Тоже сантиметров 15-20. Потом подровняем. Запускаем вот этот кончик сюда в эту петлю. Не до конца затягиваем, вот так вот просто положим. А теперь берем вот тут вот эти два конца нитки этой и тянем вниз. И вот так вот вытягиваем сюда эту ниточку. Она получается тоже прижата сразу вот этим узлом. Вот такая получилась шея. Дальше нужно сделать опять вот этот вот наш узел разобрать, разделить немножко. И сюда мы прокладываем руки. Руки прокладываем вот так, поджимаем наверх. По центру желательно не сбиться. Смотрим, какая сторона лучше смотрится. Выбираем ту сторону, где косичка красивее. Выкладываем ее вот так сюда. Поджимаем тоже ровненько, чтобы было с двух сторон. Прижимаем кверху. Снова делаем то же самое. Прокладываем петлю. Берем ниточку. Тоже укладываем сюда на всю длину. Начинаем обматывать вот так вокруг. Прижимаем плотно, вот так хорошо. И начинаем обматывать. Можно тоже немножечко опуститься вниз. Несколько оборотов. Вот так ширину делаем. Но не такую широкую, как на шее. И возвращаемся в обратную сторону опять. Сюда вот так. Тоже отрезаем опять нитку такой длины, чтобы она внизу была как раз. Не была бы короткой, не портила бы нам вид. И вытягиваем опять эту ниточку сюда вниз. Все, она уплотнилась. Вот такая получилась у нас девочка, куколка Аберих. Снова разделяем вот эту вот пряжу внизу. Теперь и разрежем ее тоже вот так вот. Проверим, все ли разделились. Если какую-то пропустили, нужно разделить. Вот так вот стряхиваем теперь. Желательно, чтобы они не спутались. А вот так их разровняем. Немножко расчешем. Можно даже использовать грубый гребешок для этого, если у вас есть такой. И подравниваем теперь вот эти ниточки, которые мы тут добавляли. Которые мы завязывали. Ну, вот так вот приблизительно. Можно подравнять ровнее, если хотите идеально выровнять. Но я думаю, достаточно даже вот так вот слегка подравнять. Чтоб не отвисали длинные концы какие-то случайно, которые могли вылезти у нас. Сделали вот такую вот. В принципе, как бы кукла практически готова. Теперь возьмем вот так вот концы еще косички вот этой тоже подравняем. Берем вот тут вот так придерживаем и разворачиваем косичку вот так немножечко назад. Сильно туго не нужно. А вот так, чтобы она немножко легла, но чтобы сверху чуть-чуть, видите, виднелась вот так вот, как прическа над головой. Завернули. Теперь берем шнурок вот этот, который полтора метра длиной и складываем его вот так вот концы пополам. И вот за эту серединку прикладываем ее вот так сюда, вот как бы на лоб кукле. Приводим вот так сюда, в эту сторону. Придерживаем и завязываем на узел. Туго не завязываем, нам не нужно передавливать лоб. Если где-то вас смущает и вы собираетесь с этой куклой играть, то можно использовать еще клей. Приклеить можно было вот руки, когда мы туда внутрь ложили, там можно было добавить немножко клея и приложить. Можно добавить немножко клея вот сюда на лоб, чтобы, если это будет ребенок играться, чтобы она не слетала. Если это у вас будет оберег, который просто висит на стене рядом с вашим рабочим столом, то его никто не трогает, то ничего приклеивать как бы не надо. Вот так закрепили. Можно завязать еще на один узелок, чтобы не развязался. Хотя, в принципе, здесь уже как бы зависит от того, опять же, будет его кто развязывать или нет. Завязываем еще раз. Давайте вот так на узел теперь уже. Вот оно держится, но не туго, не передавливаем. Теперь под косу заводим. Вот так вот ее сзади. И делаем оборот вокруг шеи. Красный цвет нужен, на оберегах всегда используется, для того, чтобы привлечь ярким цветом энергию удачи, которую несет этот оберег. То есть, для чего мы его делаем? То есть, мы привлекаем энергии к этому оберегу. Вот так вот укладываем ниточки вокруг на шее. Теперь дальше обвели вокруг. И делаем вот так вот крест-накрест. Вот конец сюда. И этот конец вот так сюда. Укладываем здесь вот такую ниточку. опять сзади они у нас встречаются. И мы их вот так вот перекрещиваем и опять приходим сюда на талию. Делаем один еще оборот по талии туда и обратно. там перекрещиваем снова и приводим опять сюда. Теперь тут завязываем на узел. и оставляем вот такие вот концы которые будут свисать вниз. Ну, так где-то до середины платья, думаю, достаточно. Отрезаем узелок завязали на конце и отрезаем. Ну, вот получается можно было покороче взять. Я, честно скажу, делаю первый раз, поэтому на всякий случай дала длину полтора метра. Сейчас я уже вижу, что можно было сделать длину метр. Поэтому я там в начале напишу об этом. вот так вот завязали опять узелок и отрезали тоже вот тут вот эту. Теперь я возьму вот так одну ниточку здесь. Опять же проложу нужно прокладывать тоже не толстую, одну в качестве маркера ниточки. Я проложу тоже из этих ниток. Вот возьму эту же ниточку красную проложу вот так сюда. И здесь теперь это лучше сзади делать. На рукавах поворачиваем спиной и теперь на руке вот тут вот прокладываем тоже маркер. Он у меня просто вот длинный. А вот эту нитку я прикладываю вот так начало сюда тоже и начинаю оборачивать вот так по кругу. оборотов несколько так, чтобы получилась такая широкенькая полосочка. Так, чтобы она была красиво смотрелась. Вот такая вот где-то, видите? Вот туго заматываем это тоже и теперь я продену кончик этой ниточки вот так сюда. Но не до конца тоже оставляю вот так вот петлю, чтобы можно было его вытянуть. И теперь я вытягиваю за маркер и заправляется сюда эта нитка. Вот так вот я сделала и теперь я могу обрезать можно даже до конца, чтобы концы не висели. Вот такая получилась манжета с этой стороны и точно так же сделаем с той стороны. А на косичке вот тут внизу мы вот так вот в несколько сложений как у нас даже можно использовать вот эту широкую уже готовую. Вот тут на косичке нужно вот так вот тоже завязать ниточки эти узелок и на бантик. тоже кончики вот тут можно завязать вот так на узелок чтобы он не трепался и с этой стороны точно так же. вот такой бантик на косичке мы делаем завязываем здесь завязали вот так ну и еще одну вот эту руку делаем и осталась вот такая вот у нас получилась куколка наша оберег вязальщицы и теперь чтобы эту куклу можно было подвесить рядом где-то на что-то на каком-то гвоздики рядом с рабочим местом например нашим нужно вот так вот продеть иголочкой через верхушку головы за пучок верхний ниток и завязать вот так вот эту ниточку на узел и подвесить ее вверх вот так закрепили и можем теперь ее подвесить она будет висеть ровненько не будет перекошена если сделать вот так за серединку вот такая вот куколка оберег у нас есть вяжите и пусть она вам приносит удачу успех пусть ваши вязаные изделия радуют близких и приносят вам доход если вы его захотите продать если вам понравился МК ставьте лайки приглашайте друзей вяжите на радость себе и своим близким и конечно же будьте богаты до свидания удачу